Девушки отдыхают Во-первых, Давид покаялся, он искренне попросил у Бога прощения. Во-вторых, Давид устроил жертвенник, как правило, Ветхом Завете. Люди устраивали жертвенник в нескольких случаях. Во-первых, жертвенник ставили на том месте, где произошла личная встреча человека с Богом. А во-вторых, жертвенник ставили на том месте, где должна произойти встреча человека с Богом. Ну а в-третьих, жертвенник устраивали на том месте, где Бог повелел его устроиться, потому что именно там Бог решил лично встречаться с людьми. Во Второй книге Царств, 24 главе, 18 и 19 стихах, Бог через гада велел Давиду построить жертвенник Господу на гумне Орна и Евусиянина. Поэтому Давид устроил там жертвенник Господу и принес на нем все сожжения и жертвы мирные. Тогда Бог ответил на молитвы Давида за страну, и язва прекратила поражать израилетян. Для нас, верующих Нового Завета, жертвенник, где приносятся все сожжения и жертвы за спасение, это образы или символы жертвы Христа за грехи человечества. Когда Давид поставил жертвенник и заплатил за него цену, когда Давид сказал Орне и Евусиянину, что собирается поставить на его гумне жертвенник Господу, Орна ответил, что готов предоставить для этого и гумно, и быков, и дрова. Однако Давид отказался, сказав, что не хочет приносить Господу то, что достанется ему даром. Он хочет заплатить за все это полную цену. Давид сделал все, о чем я сейчас рассказал, и бедствие сразу прекратилось. Нам с вами нужно делать то же самое, что сделал Давид. А что именно нам нужно делать? Первое – покаяться и от всего сердца попросить у Бога прощения. Второе – нам нужно больше времени проводить с Богом в молитве, хвале и поклонении. Третье – нам нужно умолять Бога, чтобы грехи нашей страны были прощены, и всегда помнить об удивительной любви Бога к человечеству. Четвертое – церквям нужно быть готовыми заплатить цену, цену за то, чтобы устроить жертвенник молитвы, хвалы и поклонения. В единстве друг с другом церквям нужно объединиться. Церкви не должны обвинять друг друга. Церкви не должны бесчестить друг друга. Правительство хочет, чтобы мы объединились в борьбе против COVID-19. Божьим церквям тоже нужно объединиться и сделать это скорее. Субтитры создавал DimaTorzok Согласно Евангелию от Матфея 24 главе 3 стиху и вплоть до 14 И согласно Евангелию от Луки 21 главе 7 стиху и вплоть до 19 Эпидемия – это один из предвестников Второго пришествия Иисуса Христа. Поэтому у нас должно быть понимание, что пандемия вируса COVID-19 напоминает нам о пришествии Господа Иисуса, которое произойдет уже совсем скоро. Мы должны бодрствовать и готовиться к Нему. Слова в притчах 3 главе напоминают нам «Не будь мудрецом в глазах Твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела Твоего и питанием для костей Твоих». В ходе пандемии, когда ситуация ухудшается, я призываю вас выполнять все шесть видов превентивных мер, о которых я говорил. Первое – ограничивайте свои передвижения. Второе – держитесь подальше от толпы людей. Третье – мойте руки с мылом. Четвертое – носите маску. Пятое – держите дистанцию. Шестое – обязательно подготовьтесь к вакцинации. В Библии записаны две фразы, которые говорил Иисус. В то время, когда Он их произносил, человек исцелялся. Во-первых, когда Иисус сказал «Вера Твоя спасла тебя», человек исцелился. Очень важно, чтобы мы поверили, что Бог способен нас исцелить. Во-вторых, когда Иисус сказал «Твои грехи прощены», человек был исцелен. Что же нам нужно делать? Нам нужно покаяться во всех преступлениях, которые мы совершили. Если сейчас Бог напоминает нам о грехах, в которых мы еще не признались. Давайте попросим Бога о прощении. Я верю, что наши грехи были прощены, и мы будем исцелены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу помолиться за вас. Но прежде чем помолиться, спрошу, а кто из вас верит, что Бог способен исцелить вас, и что Он хочет это сделать? Поднимите свои руки, если верите, а также давайте помолимся о прощении. Возможно, все это время вы скрывали какой-то грех. Но я верю, если сегодня вы слышите голос Бога, Он напомнит вам об этом грехе. Давайте откроем сердца перед Богом. Я верю, что когда Бог сказал вам, «Твои грехи были прощены», вы непременно будете исцелены. Вы будете исцелены. Вы получите исцеление. Поднимите руки. «Боже наш, я прихожу к Тебе. Я хочу попросить у Тебя прощения за все мои ошибки. Боже, прости меня. Есть грехи, от которых я долгое время не мог освободиться и не открывал их Тебе. Прости меня». Теперь назовите тот грех, который вы совершили. Бог непременно напомнит вам о Нем. Назовите Его. Назовите и попросите прощения. Попросите прощения. Ведь когда Бог сказал вам, «Твои грехи прощены», вы будете исцелены. Вы обязательно будете исцелены. Субтитры, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будьте исцелены во имя Иисуса, будьте восстановлены во имя Господа Иисуса, будьте исцелены сейчас же во имя Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь.